Всем привет! С вами я, Татьяна Шадрина, вы у меня на канале Время Шить. Сегодня время листать свежий выпуск журнала Бурда. Это выпуск августовский, и я как раз сейчас нахожусь на даче. Вступление записываю здесь, среди стрекотания кузнечиков, бегающей собаки или отдыхающей. Мои хорошие, такая зайка такая. Свежий выпуск журнала мне очень понравился, надеюсь, что и вам тоже. Здесь очень много моделей, которые можно шить на осень. И многие блогеры отмечают, что это один из лучших выпусков Бурды. Так что давайте листать, посмотрим, что здесь есть. Давайте листать этот журнал. Многим блогерам мы уже посмотрели видео, он очень понравился. Давайте посмотрим, как нашему сообществу. Как всегда, начнем со странички с техническими рисунками. Можно поставить на паузу и все внимательно поразглядеть. Ну что вам сказать, мне журнал понравился. Много интересных моделей и, кстати, номер августовский, но очень толково. Много чего стоит начинать уже шить на осенние прохладные дни. Есть и верхняя одежда, и на плюсиков тоже кое-что есть. И есть одежда, которая носится осенью. Это теплые брюки, это какие-то пуловеры, рубашки и платья с рукавчиками. Ну что, давайте смотреть конкретно модели. На первом развороте нас ждет вот такая куртка, можно сказать, жакет. Ткань принтованная и толком ничего не разглядишь. Но что можно заметить? Вот здесь идут у нас канты контрастные, вставленные в швы. Кант, по-моему, по краю, но не факт. По воротнику точно еще кант. Под низ надето что-то невообразимое. Это такая рубашка расстегнутая, тонкая, прозрачная. И непонятно, то ли это капюшон того, что под низ надето. Да, наверное, то, что под низ надето. А у куртки только воротничок. Ну, давайте технический рисунок посмотрим куртки поближе. Смотрите, она выполнена достаточно интересно. Мне нравится. Как мы видели уже внизу кнопки. Она даже курточка двубортная, потому что широкий вот этот полузанос. На рукавах есть вот такие горизонтальные разрезы. Форма рукава действительно очень необычная. Она такая дутенькая. И мне лично хочется просто переснять эту выкройку и посмотреть, как она в действительности выглядит. Мне кажется, это очень интересная изюминка. Карманы в швах. Ну, и дальше все как обычно. На спинке кокетка со встречной складкой. Ну, что сказать. Интересный жакет? Интересный. Рукав можно использовать как отдельную выкройку. Здесь соблюдены все нужные пропорции. Конечно, такой рукав можно смоделировать. Но я вот, например, предпочту воспользоваться уже отработанной дизайнерами фасон. Голосую за этот жакет. Конечно, жакет шьется сложным. На этом развороте нас ждет еще пара вещичек интересных. Ну, во-первых, вот здесь говорится вот такая блуза. Давайте на нее посмотрим. Смешанная хлопчатобумажная ткань. Интересный подход. С одной стороны, выглядит как будто это свитшот. Ну, или анарак даже, иногда так говорят. А с другой стороны, из хлопковой ткани вот такая блузка-рубашка. Что здесь интересного в этой блузке? Давайте посмотрим. Цельнокроеная стойка. Украшена передняя деталь пластроном. Вот эта деталь, как вы, не кокетка, а пластрон. Мне кажется, очень интересный момент такой. Здесь у нас идет складка под пластроном. С одной стороны, я вам скажу по секрету, это немножко облегчает пошив. Вот такая складочка. А с другой стороны, ну вот на мой взгляд, а с другой стороны, ну интересно, декоративная деталь. Рукавчики немножко приспущены. И причем приспущены вот не просто по прямой, как это в свитшотах бывает, а вот такой формы красивой. Вот красивый рукав спущенный. На рукавах по низу идут манжеты. Вообще, это фасон рубашки под эгидой цельнокроеного. Посмотрите, у нас цельнокроеная подгибка или манжет. Обработка выглядит как будто, ну настоящий рукав с манжетом, с разрезом. Но на самом деле, это цельнокроеная деталь, подвернута, подогнута, обработана. Интересно. Ну тоже точно так же, как и стойка здесь цельнокроенная, переходящая на спинку и пришивается только по задней части, там где росток. Интересная модель. Написано, что сложность пошива две точки. Ну, соглашусь, модель и интересная, но, ну скажем, это не так, как жакет. Ну и не совсем просто. Сложности где будут в обработке вот этих уголков, будьте готовы, есть свои нюансики. Ну и сложности в обработке вот этих разрезов на рукавах. Если хотите упростить, конечно, просто делайте рукав с подгибкой, без застежки. Это сильно упростит работу. На этом развороте юбка супер просто. Юбка на резинке по талии и многоярусная. Всего три яруса. Каждый ярус получается присобран. Конечно, здесь нужна ткань летящая, струящаяся. Мне нравится вот такой рисунок, размытый, акварельный. Он не привлекает внимания своим рисунком, но, с другой стороны, это такие красивые цветовые пятна. На мой взгляд, хорошо здесь подобрали компаньона, свитер. Тоже немножко такого пятнистый, но смотрится красиво. Но, с другой стороны, хочу сказать, что цветную юбку носить по большому счету самое простое. Это с однотонными вещами, конечно. Мне нравится, что эти ярусные юбки входят в повседневный гардероб не только жаркого лета, но и осенне-зимнего гардероба. Лично мне тоже захотелось сшить подобную юбку из струящейся ткани. Я, пожалуй, сошью себе. Уже придумала из чего. Конечно, такую юбку можно сшить и без выкройки легко, и без описания даже, потому что это просто прямоугольники присобранные и пришиты друг к другу. Но я бы сделала себе все-таки юбку не на резинке, а на поясе. И причем даже сделала бы так, может быть, и с молнией, может быть, и без даже. В переднюю часть бы сделала гладкий пояс пришит без сборок. А на спинке пусть бы были сборки на резинке для комфорта. Ну, вот как-то так. На этом развороте нас ждет интересное платье. Платье базовое, как основа, но вот такой какой-то навороченный воротничок. Давайте посмотрим подробнее этот воротничок. Немножко спущенное плечо, ну, по крайней мере, на фигуре этой девушки. Видны сборки. Вот здесь какие-то складки. Одна, вторая складка. И как будто воротник, вот часть воротника с запахом. Мне кажется, вот эта вот нижняя часть воротника уходит в запах вот сюда в шов. Вот эта часть воротника вот сюда в шовчик уходит. Интересная драпировка. Причем мы видим, что достаточно низко уходят вот эти линии драпировки. И это красиво. Вот как-то мы видели один вариант воротника, когда он был вокруг горла. И здесь много чего присутствует, ну, как бы объема собрано. А в районе груди, ну, в общем, как бы не удлиняет шею. А вот здесь похоже, что воротничок все-таки, ну, играет у нас вот такую роль удлиняющую в районе горловины. Возможно, это платье прекрасно будет вести себя на теплые дни, потому что и горло прикрыто, и в то же время оно красиво фигуру украшает. Из какой ткани можно шить такое платье? Сейчас масса вариантов джерси появляется. С одной стороны можно взять обычный футер, футер трехнитку, футер двухнитку и сшить такое платье. Оно будет очень комфортно, да еще и интересный воротничок. А можно брать какие-то варианты джерси. Что можем увидеть на техническом рисунке? Ну, вот мы видим, что складка вот здесь воротника даже так глубоко нарисована и вшивается в плечевой шов. Ну, вот, и вот этот уголочек уходит сюда. Ну, тоже, мне кажется, достойные детали стоит попробовать ради интереса. Да, еще выточки на рукавах, то есть рукав немножко такой физиологичной формы. Длину, конечно, можно менять. Можно и в качестве свитера сшить это платье, можно и удлинить, сделать, условно говоря, в пол. Блузка на этом развороте. Ну, все в ней есть для хорошей жизни, как говорится. Два вертикальных шва по центру переда, по центру спинки. На передней части у нас вот такой узел интересный. Немножечко драпировки. Вот, ей-богу, я бы не отказалась от такой блузки для повседневной жизни. Драпировка немножечко забирает объем груди, ну, как бы эффект выточки создает, размоделирована. На спинке капелька. И вот, знаете как, есть такое впечатление, что где-то место для этой драпировки обычно, ну, вот скажем, в районе выпуклых точек груди, где-то здесь. Но, когда начинают делать драпировки выше, путем моделирования вытачки на грудной не уходят в драпировку, а где-то вот здесь концентрируются. Встречали мы такие модели. Ну, мне там не очень нравится, как правило. Но здесь вот что-то среднее нашли, вот мне так кажется, что все-таки вот нижние складки, вот эта драпировка, все-таки забирают частично на грудной вытачке. И смотрится уже более гармонично вот эта модель. В общем, мне она нравится, шьется легко. Здесь показано, что две точки, да я бы сказала, что с новичками тоже можно шить такую модель. И она достаточно эффекта. Будет красиво смотреться под жакетами, под кардиганчиками. На холодные дни нам много подобных блузок хочется, и любая блузка лишней точно не будет. Так что шьем, девочки, хорошая блузка. На этом развороте нас ждет две модели. Платье и блузка еще одна, или туник они ее назвали. Давайте посмотрим сначала платье, на такое серьезное, настоящее платье. Принт и линии кроя не разглядишь. Ну, что видим, достаточно глубокий вырез, большой. По низу рукавчиков идут валаны. Рукава не длинные, где-то три четверти, наверное. Видно, что под это платье есть возможность надеть водолазку. То есть платье не слишком по талии. То есть не облегающее, а имеет достаточно неплохую степень свободы. Давайте рисунок смотреть. Что мы здесь видим? Написано, что платье из трикотажного вискозного полотна с эластаном. Прекрасно. Мы сейчас, в этом году, осенью, я смотрю, просто в магазинах добавился ассортимент интересных трикотажей. И все подиумы просто ломятся. Любой обозреватель, а сколько уже их пересмотрела, модных тенденций на осень, все начинают, что первый главный тренд – это трикотаж. Так что, почему бы нам не сшить трикотажное платье? Можно совсем простого фасона платья-футболка, а можно вот такого интересного. Отрезное по талии, рукав-реглан, юбка-клеш, да еще и валанчики по низу. Без валанчиков платье будет достаточно простое, но валанчики говорят о романтике. Ну, платье нравится. Единственное, что если вы не планируете носить его с водолазкой, обратите внимание на глубину выреза. И я бы советовала при раскрое добавить там, где линии срезов с вырезом, добавить пару сантиметров. Потому что Бурда очень любит делать широкие вырезы. Иначе как бы не пришлось потом пришивать обтачку, потому что он может быть чрезмерно глубоким. Ну, а если планируете носить всегда платье с водолазкой, то, конечно, стоит сделать, оставить широкий вырез. То есть, платье шьется, на мой взгляд, несложно, если не считать сложной работу с трикотажем. Единственное, что может быть, платье не совсем для новичков, но те, кто сшил уже несколько вещей, вполне могут взяться и за эту модель. Туника с модным принтом тай-дай. Но, знаете, с другой стороны, вот так много кричат о том, что этот принт моден. Но почему-то и я среди своих знакомых видела раз-два и общался людей в одежде с таким принтом. Поэтому смотрите, вот лично у меня он вызывает какие-то непонятные ассоциации, пятна, расплывчатые пятна. Вот не знаю, если, скажем, к классическим принтам, клеточки, разный вариант, разноформатные клетки, полоски, горошки, я уже, как бы, я привыкла и принимаю это как вариант даже классики. То вот такой принт тай-дай я пока еще к нему не готова, не принимаю его как обыденный, скажем. Давайте посмотрим на технический рисунок этой тунички. Передняя часть обычная, ничего, как бы, в ней интересного. Ткань из шифона должна струиться. В боковые швы вставлены шлевки для пояса, а по низу идут разрезы. Но зато весь интерес в спинке. Как я поняла, пришивается кулиска с резинкой, видимо. И немножко вот здесь подтягивается. Ну, вот такая изюминка. Мне почему-то кажется, на первый взгляд, что эта изюминка логичная была бы для передней части. Ну, вот сделали ее на спинку. Легко или сложно сшить такую тунику? Шепотом скажу, мне кажется, очень простая модель. Если вы разочек попробовали, как выполнять разрезы в швах, то все остальное... Ну, скажем так, две задачи. Как выполнять разрезы в швах и как выполнять кулиску. Эти узлы можно попробовать новичкам выполнить отдельно на лоскутах. Если вы справились с этим, то пошив вот этой туники для вас будет плевым делом, легко. Но, кстати, про гардероб хочется сказать. Если туника шифоновая, какую водолазку вы можете надеть под низ? Конечно, вы, например, водолазку из джерси под шифон вряд ли наденете. Но почему-то у меня такой диссонанс получается. А вот тонюсенькую водолазку, как здесь, вот посмотрите, это тонкая какая-то трикотажная ткань, полупрозрачная. Вот она как раз, как компаньон к такой туники подходит. На этом развороте нас ждут две модели. Это пальто, которое просто произвело уже фурор в интернете. И мне кажется, мало кто сказал, что я бы не хотела его сшить. Мне кажется, уже каждый второй, как минимум, говорит, я бы хотела сшить это пальто. Хотела бы сшить, но не факт, что получится. Давайте рассмотрим его подробнее. Оно шикарное. Посмотрите, верхняя часть выглядит, как будто это бомбер. И это модно. Вторая модная деталь, это стежка, стеганая ткань. Пальто классное. Сшить его непросто. Посмотрите, здесь идет уровень сложности три точки из четырех. Но, с другой стороны, все-таки воротник вот такой обработать попроще, чем, скажем, отложной английский воротник. А все остальное в этом пальто точно так же, как и в обычном. Подкладка, втачаная молния, еще и линия низа закругленная. Ну, кстати, многие говорили, что линию низа как раз, может быть, стоило бы сделать и прямой на вкус. Ну, пальто интересное, прям интересное. Платье. Как оно устроено? В верхней части у нас вырос качели. Это легко и просто. И затем прямоугольник. Платье присобран по переду вот какими-то такими защипчиками. В бурде просто, я посмотрела, на выкройке стоят метки. Это все присобрать. Ну, честное слово, не знаю, насколько это будет востребовано. Но, с другой стороны, просто можно сочить прямоугольное платье, прямое, с воротником, вот с таким с качели. Рукавчики на резиночке присобраны. Ну, такое простое обыденное вискозное платье. На этой страничке у нас юбка. Модная прямая юбка. Здесь написано, что предлагается ткань джинсовая с эластаном. Сейчас много таких тканей в магазине и в магазинах тканевых. И шьется такая ткань легко. Очень комфортно для новичков особенно. Юбка, ну, мне кажется, шикарная юбка. Здесь у нас цельнокроенный пояс. Вот мы видим по выкройке застежка сквозная по центру переда. Планка отрезная и еще накладные карманы портфеля. Сейчас, конечно, можно сказать, что все, ой, как сложно. Особенно для новичков. На самом деле нет. Совет тот же самый. Попробуйте на лоскутке выполнить отдельно подобный карман. Даже сейчас в интернете масса мастер-классов есть на эту тему, как выполнить карман-портфель. И попробуйте, например, как пришивать планку и все остальное у вас точно получится. Но юбка шикарная для гардероба. Единственное, что стоит подумать насчет длины. Не всем подходит такая длина на ладонь выше колена, над коленом. Кому-то, может быть, подойдет длина миди. Прекрасная тоже длина. Юбка немножечко будет расклешенной. Но это тоже прекрасно. В общем, я голосую всеми руками и награми за эту юбку. Обожаю такие юбки. Единственное, дорогие мои, кто знает, что... Есть такой нюансик, что во время эксплуатации юбки вот эти пуговицы как бы отходят. И получаются вот такие складочки, не знаю, такие вот объемные истории. Особенно у кого животик выступающие есть, там девушки после родов, например, рожавшие. Знаете, как я вот нашла для себя, например, какой простой способ, как решить эту проблему. Юбку делаем не с имитацией застежки. То есть мы шьем нормальную застежку с планками, с пуговицами совсем. Но вот в этом месте, где идет вот этот шов, скажем, притачивание планки, я просто юбочку пришиваю, ну вот до какого-то уровня, скажем, до сих пор. И у меня юбка не расстегивается. То есть это получается пуговицы-обманки. Хотя они функционируют. А для того, чтобы надеть юбку на фигуру, чтобы талия была свободна, просто делаем по центру спинки шов и в шве делаем молнию. Все. Мне очень нравится образ, который подобран под эту юбку. Ну просто шикарный образ. Спортивный верх такой юбки и получится шикарный образ. Посмотрите, мастер-класс поддан к этой юбке, по пошиву этой юбки. Так что мне кажется, даже те, кто с небольшим опытом, начинающие портники, тоже пробуйте, пробуйте шейте такие юбки. Они классные. На этом развороте комбинезон. Комбинезоны прочно входят в нашу бытность, в повседневную жизнь. Ну и как всегда хочется сказать, что этот комбинезон можно запросто разделить на две части. Это верхняя часть с цельнокройным рукавом. Можно выполнить и полуверс, шить по этой выкройке небольшую такую зимнюю кофточку, так называемую. Ну просто удлинить, например, ее. Если еще посильнее удлинить, можно и платье с цельнокройным рукавом шить. Но это вот не сразу в голову приходит. А по выкройке нижней части комбинезона, конечно же, можно шить трикотажные свободные брюки. Здесь предлагается трикотажное шелковое полотно. Видно, что оно блестит. Блеск этот, конечно, сейчас в моде. И я точно знаю, что есть вокруг меня даже модницы, кто готов шить прямо из натурального шелка, трикотажного. Подобную вещь, у кого шикарная фигура, она, эта ткань все подчеркнет, комбинезон все позволит продемонстрировать. В общем, вещь, мне кажется, для праздника, например, это будет роскошная вещь. Но имейте в виду еще, что натуральный шелк, особенно трикотажный шелк, мы уже носили, знаем, он очень коварен. Кто не пробовал еще носить, вот просто предупреждение такое, что вот эта ткань, она, ну скажем, припотела немножко, даже каплю воды. Вода высыхает, на этой ткани она оставляет плотный след, пятно. Скажем, такие вещи чаще всего это, конечно, одноразовые вещи из этой ткани, ну, из моего опыта. И, конечно, это очень нарядные вещи. Шьется такая вещь, я бы сказала, что просто. Поскольку это трикотаж, то вопросов о посадке на фигуру точно не будет, не возникнет. Но, дорогие мои, сейчас я вот точно знаю, что мы собираемся покупать ткани в нашем любимом магазине ткани оптовом. Там ждем уже осеннюю поставку трикотажей. Кстати, я потом оставлю ссылочку здесь на обзор тканей этих. И вот из современных трикотажей это будут новинки. Точно можно шить подобные вещи. И брюки трикотажные свободного кроя, и туники свободного кроя. Вы точно посмотрите, осенью в ваших магазинах тоже появятся, появляются сейчас новинки таких подобных трикотажей. Они шикарные. На этой страничке у нас юбка. Ну, мы с вами ее уже рассматривали. На предыдущей странице была из джинсовой ткани с карманами и портфелями. Вот здесь нам демонстрируют юбку по этой же выкройке, только добавили завязывающийся пояс. Совет. Выбирайте жаккардовую ткань с эластаном. Чаще всего, конечно же, жаккард продается без эластана. Но для этой юбки не очень подходит такая ткань. Потому что, если вы затянете плотно по фигуре, сделаете вот район талии и верхней части бедра, то нижняя часть юбки будет немножко так стремиться подняться кверху, как бы подсобраться в районе талии. Ну, потому что ткань совсем без эластана. Когда начнете ходить, двигаться и будет уезжать, все-таки лучше выбирать ткань с эластаном, либо делать из жаккарда юбку немножко посвободнее, скажем, клешоную, на поясе расклешоную, или там, не знаю, полусолнцем, например. На этой страничке полуверх очень яркий, кричащий рисунок. Трудно разглядеть линии кроя, но мы слегка вот узнаем. Помните, платье было с интересным воротником? Сейчас посмотрим технический рисунок. На мой взгляд, почему-то кажется, что рисунок полностью сбил к линии кроя, и не поймешь, как он устроен. То есть, скажем, мне кажется, не лучший выбор для этого фасона. Все-таки, чтобы считывалось вот эти линии кроя, нужно выбирать более спокойный рисунок. А из такого рисунка более простой крой. Ну, вот почему-то мне так кажется. Потен крой, мы, помните, платье смотрели. На этой страничке классический офисный комплект. Это строгий жилет и брюки офисные, скажем. Но покрой брюк мне нравится. Здесь написано, что это твил с эластаном. Состав твила может быть разный. Это может быть вискоза, хлопок. Твил может быть и шерстяной, может быть и с шелком. Смотрите, выбирайте под себя. Одно знаю, что вискозный твил все-таки достаточно мнущаяся ткань. Хлопковый твил тоже мнется, но немножко меньше. Брюки, мне кажется, достаточно комфортны, потому что в районе бедер свободный крой. Здесь вот у нас складки заложены. Сразу скажу, что брюки шьются сложно. И жилет, кстати, шьется тоже сложно. Ну, очень сложно. Я бы даже поспорила, что шить сложнее. Жилет или вот такие брюки. Имейте в виду, что браться за жилет стоит уже, имея опыт. На этой страничке у нас платье. Платье мне по той же выкройке, что и блузку. Мы с вами уже как-то видели. Вот здесь в пластрон вставлялась, помните, с замком. Такая деталь с воротником. Вот убрали в воротник и оставили только такую небольшую перемычку. Платье простого кроя, интересное. Вот здесь идет складка из-под вот этой вставочки. Но здесь я эту складку трудно разглядеть, потому что завязан пояс, закрыто руками. Ну, вот такое обычное платье. Я бы сказала почти, что базовое. Но цвет очень красивый. И мне кажется, вот такое платье сшить несложно. Здесь показано две точки из четырех. Ну, вот даже при небольшом участии, скажем, преподавателя, то даже любой новичок с таким платьем справится. А может быть, даже самостоятельно справится. Несложное платье. На этой страничке мы видим блузу. Блуза классика. Акцент в блузе на рукавах. Ну, и, конечно, ткань. Здесь написано, что полиэстеровый креп. Немножко ткань блестит, струится. Красиво смотрится. Глубокий цвет подобран синий. Очень красиво с таким оттенком красного. Или, может быть, это оранжевый. Трудно сказать, какой цвет. Блузка, можно сказать, что классического кроя. Давайте посмотрим технический рисунок. Посмотрите, практически чуть ли не на базовой основе. Лиф устроен. Это выточки нагрудные. Все талевые есть. Средний шов по спинке. Застежка на молнию. И рукава. Рукав к низу расширен. То есть, это моделирование. И застежка на манжету. На широкую такую манжету. Ну, что сказать. Блуза эта шьется непросто. Достаточно сложно. Блузка в гардеробе у многих должна быть или есть. Особенно для офиса. Посмотрите, здесь красивый вырез. Лодочка. Очень красивый. В общем, блузка гармоничная. И, наверное, к этой блузке подходит слово элегантная. И выбирая цвет, блузка будет выглядеть по-разному. Но, мне кажется, всегда будет выглядеть стильно. На этой страничке нас ждет полувер. Это выкройка верхней части платья. Мы с вами уже видели трикотажного платья. Выкройка реглана. Рукава реглана. Ну, что сказать. Полувер интересный. Он предполагает, чтобы надевать на поверх рубашки. У рубашки вот торчат внизу рукава. Здесь у нас воротник выступает. Очень интересно смотрится. Обратите внимание, что отторочены рукава по низу черными манжетами. И надели на девушку рубашку с черным воротником. И перекликается тут, тут черный. И еще у нас бермуды с черной полоской, белые. В общем, гармоничный собран образ. Мне очень нравятся вот такие подсказки или такие нюансы, как собрать образ. Просто берем вот эту схему и переснимаем. Вместо бермуд можно сделать брюки, можно сделать юбку. И вот, пожалуйста, схема. Ну, про полувер он шьется легко. Новички справятся. Ну, главное выбрать подходящий трикотаж, чтобы он был такой, как говорят, такой девочке, знаете, не сопливый. С сопливым работать тяжело. А сопливый, вот простите за такое грубое слово, как его определить? Вот говорят, ткань убегает со стола. Вот если вы этот трикотаж положите на стол, и он начнет так вот, краешек, например, у него начал свисать со стола, то этот весь трикотаж, как вода просто стечет со стола. Вот такой трикотаж хлипкий, тяжеленький, с ним тяжеловато работать. А если трикотаж положил, и он лежит, то это хороший трикотаж, с ним легко работать. На этой страничке нас ждет пальто, и еще к тому же подробный мастер-класс по пошиву этого пальто. Мне тоже образ очень нравится. Несмотря на то, что здесь показано три точки из четырех, уровень сложности сложный, мне кажется, на лето это эффект плаща, хлопчета бумажный поплин с эластаном. Можно выбирать более плотные ткани, плотные хлопки, такой большой плотности, и шить из них осенний, можно сказать, плащ, под названием плащ. И шикарный получится у вас наряд. Причем мы можем самостоятельно выбрать тот цвет, который хотим, выбрать качество материала, то, которое хотим. Ну, в общем, и в пошиве все реально, все реально, девочки. Те, кто шьют, стоит иногда уже начинать шить такие вещи. Все-таки воротник рубашечный вточать легче, чем английский воротник. Ну, скажем, ошибок меньше можно сделать. И поэтому он более доступен. Вот верхнюю одежду можно начинать вот именно с этого пальто. На этой страничке позунг журнала «Игра Пэчч Ворка». Вот, пожалуйста, курточка. Мы с вами уже этот жакет смотрели. Здесь он из специфичной ткани, эластичная хлопчета бумажная ткань с принтом. Мы этот жакет с вами уже смотрели, не буду останавливаться на нем. Здесь он выполнен просто лишь из другой ткани. И да, здесь вот четко видны канты. Практически журнал начался с этого жакета. Юбку мы с вами тоже уже видели, супер просто. Здесь она предлагается из другой вискозной ткани с принтом. Ну, шикарная юбка. Стоит шить и носить в осенне-зимний период. На этой страничке мы видим трикотажное полотно с аластаном комбинезон. Мы уже видели его тоже. Здесь вот выбрали просто другой с принтом трикотаж. Шикарный комбинезон, можно сказать, что базовый. На этой страничке мы видим блузку. Блузку-рубашку. Она блузка-рубашка со вставкой по спинке. Такое впечатление, что вставку хотелось бы сделать из ткани брюк. Непонятно, почему ее сделали из другой ткани. Давайте посмотрим поближе технический рисунок. Мне кажется, ничего не мешает по этой же выкройке сделать рубашку из ткани основной. Ну, скажем, застрочить складки и заутюжить их. Будет интересная рубашечка. Почему нет? Если или, например, в другой вариант, что спинку сделать из ткани брюк. Мне кажется, это более логично будет. Рубашка в пошиве, конечно, сложна, как любая рубашка. На этой страничке модели уже все повторяются. Платье мы с вами в трикотажной видели. Здесь единственное сделали лифт перед и спинку из контрастной ткани. Тоже интересная идея, мне нравится. Платье несложное в пошиве. И да, посмотрите на девушке. Очень широкий вырез. Когда не надели под низ водолазку, вырез получается широким. Обратите на это внимание. Платье. Блузку мы недавно с вами смотрели синюю. По этой же выкройке удлинили и сделали платье. Ну, что хорошее платье. Кстати, сейчас в магазинах появляются подобные ткани с принтами, как так называемый платок. Можно расположить такую ткань по диагонали, например, и сшить подобное платье. Обратите внимание, где удачно расположили вот этот темный акцентный прямоугольник. Вот квадрат. Его расположили на талии. Как будто призывая взглядом, смотри сюда. Здесь талия. И платье очень гармонично смотрится на фигуре. Вот важно в нужном месте расположить акцентную часть рисунка. На этой страничке все модели повторяются. Брюки мы с вами уже видели. Там они были из костюмной ткани. Здесь они из джинсовой ткани. Мне кажется, все приемлемо. Здесь единственное, что добавили, дополнили эти брюки отворотами из какой-то ткани, из хлопковой, с рисунком. Джинсовую ткань. Тоже идея мне симпатична. Скажем, пятый или седьмой джинсы в гардеробе можно сделать с такими отворотами. Здесь у нас блузка. Мы ее тоже видели. Помните, с драпировкой в районе горловины. Здесь она даже как-то сидит как будто получше. Потому что шея более открыто выглядит почему-то, чем на предыдущем исполнении. И мне безумно нравится игра полосок. Горизонтально, вертикально. Ну просто классно. Просто класс. Здесь, девочки, смотрите, какая классная идея. Такое впечатление, что просто взяли остатки ткани, сшили между собой горизонтально, по горизонтали. И получили тунику. Выкройку туники мы с вами уже видели. Знаете, что хочу сказать? Что не обязательно здесь делать эту кулиску. Вот меня лично она почему-то напрягает в районе лопаток. Как будто эффект горбика добавит. Визуально я представляю, там будут складки и объем. Зачем нам лопатка, складки и объем дополнительный? Можно в ход пустить все остатки ткани. А у нас такое у тех, кто шьет, зачастую случается. Ну что, дошли мы с вами до модели размера плюс. Здесь нам предлагают сшить анорак или полуверс спортивного стиля из интересной ткани softshell. Честно говоря, я из этой ткани шила. И такой анорак я не хочу сшить из softshell. Ткань достаточно, скажем так, не дышащая, не комфортная в районе шеи. Хотя она комфортная, скажем, в качестве брюк, в качестве всего остального. Но вот такой воротник из softshell не хочу лично я. Я бы такой анорак сшила с удовольствием из ткани, из футера. Смотрите, выбирайте, из чего вам сшить такую вещь. Шьется она несложно. Несмотря на то, что вот выглядит шикарно достаточно, сшить несложно. На этом развороте для плюсов предлагают сшить тоже пальто. Но, честно говоря, когда я посмотрела выкройку пальто а-ля бомбер для стандартных размеров, меня вот такое пальто уже не манит. Особенно вот этот трансформер, когда всего много. Вот эти швы будут грубые, потому что их нужно сделать двойными. И здесь у нас будет аж несколько слоев ткани, потому что он для, ну как укреплять подбортом, обтачкой. И здесь у нас будет дополнительный слой, как бы. Это все немножко делает более жестким само пальто. Мне это вот не симпатично. Хотя для моей фигуры было бы хорошо подчеркнуть линию плеча. Но вот тем не менее. Может быть как отдельный вариант, как жилет, может быть, вот я бы и решилась такой шить. Но вообще, конечно, благодарна Бурде за то, что предлагаются такие выкройки. Модные, сейчас вот прям актуальные в этом сезоне. Этот вариант подойдет и для куртки, и для пальто. Шьем, девочки, прекрасное стеганое пальто. Здесь там предлагают выкройку хороший такой пулловер. Просто спортивный трикотажный полотно с эластаном. Выбираем футеры. Здесь, посмотрите, добавили они изюминку. По центру вот такой какой-то тесьмы нашили. Или, можно сказать, лампас. Подбираем что-то. Здесь они добавили практически та же самая выкройка. Удлинили ее. И сделали, по-моему, это шов с открытым срезом. Наложили друг на друга края детали и прострочили. Интересный нюансик. Ну вот спортивные свитшоты шикарные. Они обычные, всегда нужны. Все, по-моему, по той же выкройке. Еще один пулловер. Горловина обработана просто в подгибку. Ну, кстати, не очень аккуратно. Вот прям видно. Я бы не стала в подгибку обрабатывать края. Но, тем не менее. Ушнется он действительно просто, если в подгибку все обработать. Но надо прям постараться, чтобы это аккуратно было. Здесь нам предлагают леггинсы. Точно так же. Леггинсы востребованы. У нас много, есть масса ситуаций, где мы можем с удовольствием надевать подобные штанишки. Единственное, я вот как обладательница размера плюс, я не очень одобряю вот здесь вот кокетку в этом месте на животе. На спинке кокетка. Да, окей, пусть будет. Пусть будут швы под коленочками. Но вот мы в районе живота, как раз вот это вот перекрещиваются, соединяются швы. Я бы не стала делать кокетку. Знаете, я бы просто взяла выкройку, присоединила деталь верха к штанишкам и выкрала цельную эту деталь. Все прекрасно. Лампасы прекрасны. Кокетка, говорю, по спинке, все, ну, кроме вот горизонтали вот здесь. И да, шьются эти леггинсы просто. На этом развороте, ну, просто шикарный анорак. Некоторые девушки, обладательницы стандартных размеров уже сожалеют, что нет для них подобных анораков. Он классный. Его стоит шить. Здесь предлагается нейлоновая функциональная ткань. Можно выбирать плащевки. Да, в конце концов, можно и с футера шить подобные штукенцы. Будет классно, функционально. Мне нравится. На этом развороте ляречки пошли. Новорожденные. Хотя здесь уже сидят, это как месяцев 6-7. Ну, размеры даны от 62-го. Это новорожденные. Мы с вами закончили листать этот выпуск бурды. Есть модели, которые вам понравились? Давайте обсуждать в комментариях. Пишите, что вам понравилось, что не очень. Поделимся впечатлениями, своими планами. Давайте поделимся, что шить на осень. В воскресенье я постараюсь провести прямой эфир. Так что приходите, обсудим вместе наши швейные планы. Поговорим о житье-бытие, о том и сём. Ладно. На этом всё. С вами была я, Татьяна Шадарина. Вы были у меня на канале Время Шить. Всем пока-пока. До встречи.